Межмуниципальное соглашение между Саровым и Темником затронет все сферы деятельности двух городов и их жителей. По словам Александра Тихонова, договор включает в себя сотрудничество в образовании, экономике, антитеррористической работе, культуре, туризме. Особое внимание уделено использованию земель Темниковского района для любителей загородной жизни. Это по созданию дачных обществ на территории числа жителей Сарова, расположенной территории Темниковского района. Это первое создание общества и второй момент образования дачных поселков с целью застройки частными домами на пустующих землях Темниковского района. Наших граждан пользуются популярностью у саровчан в этом направлении. Глава Темниковского района в ответном слове отметил важность заключения соглашения для обеих сторон. Давние исторические связи позволяют развивать взаимовыгодное сотрудничество на всех уровнях. Мы хотим стать спальным районом Сарова. Вообще Темниковская земля, спальный район, так если Сарова, комфортный, удобный, желанный, я надеюсь. И дороги, кстати, сделаны первым очередем только для этого, потому что мы их очень сильно лоббировали. Это дорога через Пурдышки, направление на Пурдышки и дорога направления Темников. И дороги в Темникове делаются только первым делом те, которые связывают нас с Саровой. Подписать документ планируют во второй половине марта. Подробнее о заключении соглашения смотрите в новом выпуске программы «Актуальное интервью» 11 марта на канале 16. Также народные избранники заслушали доклад начальника межмуниципального управления УВД Сарова о работе сотрудников правопорядка в 2019 году. По некоторым категориям количество преступлений сократилось, но по-прежнему остро стоят вопросы незаконного оборота наркотических средств и мошенничества с помощью информационных технологий. Масштабы последнего правонарушения, несмотря на проводимую профилактическую работу, растут. Чтобы эффективно предоставить мошенничество, необходимо наращивать все формы профилактики. Считаем, что на зрелом необходимо создание соответствующих волонтерских движений, так как силами одних сотрудников полиции с этой проблемой мы не справимся. Почти на 40% в прошлом году снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними саровчанами. Свою роль в этом сыграли профилактические беседы в школах и неблагополучных семьях. В ходе таких мероприятий четырех детей пришлось у родителей забрать, так как была непосредственная угроза их жизни и здоровью. Также депутаты рассмотрели вопрос об итогах приватизации муниципального имущества за 2019 год и изменения в план приватизации на 2020-2021 годы. Елена Грицкова, Константин Островский, Александр Пальков. Служба новостей Саров-24.